Тему школы продолжим обсуждать с гостем в студии. У нас Каннебек Жумашев, председатель комитета среднего образования, Министерства просвещения. Здравствуйте, Каннебек Белатович. Спасибо, что пришли к нам. Каннебек Белатович, давайте поговорим с вами о ситуации в образовательной системе. Мы сегодня видим, что предпринимаются значительные шаги по улучшению ситуации, строятся комфортные школы. Но если мы говорим о качестве преподавания, о кадрах, как будут дела обстоять в этих школах? Хорошо, что сегодня пригласили. Буквально вчера по всей стороне прозвенели первые звонки. Организованно были проведены торжественные линейки. В этих линейках принимали участие в основном учащиеся первых и одиннадцатых выпускных классов. Хочу отметить, что завтра по нашим зафиксированным статистике в первый класс пришли 366 тысяч пяти первоклассников. Достаточно большое количество. Мы наблюдаем, что ежегодно эта цифра растет на полтора-две тысячи человек. Поэтому в этом плане динамика хорошая. И 70% практически первоклассников пошли в школы с казахским языком обучения. Тоже эта динамика с каждым годом продолжает расти. Это как бы статистика первых дней. Кроме того, по улучшению инфраструктуры, по вопросам дефицита ученических мест постоянно вводятся новые школы. В этот день, вчера буквально в один день, ввели в эксплуатацию 56 школ. Это по всей стране? Это по всей стране. Это 50 школ в рамках новых школ, в рамках местных инвестиционных проектов и так далее. И 16 школ в рамках президентского проекта «Комфортная школа». Вы сказали, что такое количество школ ввели в эксплуатацию. Количество понятно. Скажите о качестве теперь. Очень хороший вопрос. Действительно, качество образования – это одна из первостепенно задач нашего министерства и нашего комитета в целом. Качество образования мониторится в двух случаях. Двумя способами. Первый – внутренний анализ, когда каждая школа внутри проводит свой анализ. И второе – внешний контроль. Внешний контроль мы обеспечиваем через международные мониторинговые системы, например, как ПИЗа, ПИРЛС, ТАЛИС. Вот такие есть системы. Последние результаты 2022 года показали, что у нас достаточно хорошая динамика роста, но в то же время есть над чем работать. Например, по вопросам естественно научного направления мы хорошо продвинулись. По математике мы стоим на одном уровне. А вот по качеству чтения, читательской грамотности, мы немножко отстоим от своих сверстников из европейских стран. Поэтому в этом направлении мы… На это же влияют педагоги. А вот если говорить о подготовке кадровых резервов, как сейчас ситуация обстоит? Главная задача, конечно, те проекты, которые мы запускаем, которые мы задумали, направлены на повышение качества образования, конкретно каких-то предметов, все это зависит от хорошего менеджмента в школе. То есть директор и его заместители, как организует учебный воспитатель процесс. В этом плане с 2023 года мы запустили новую программу. Это подготовка кадрового резерва. И это большая работа, которая направлена на подготовку руководителей школы. Вы все знаете, ну, общеизвестно, что человек закончил университет, проработал определенное время, набрал стаж и его назначает директором. А в зарубежных странах, европейских, США, чтобы стать директором, проводят специальную подготовку. Готовят его. Никто в университете директора не готовит. А отдельными программами им надо готовить. Эту программу запустили в 2023 году. В начальном этапе приняли участие 2000 завучей, заместитель директоров. Но до конца, через три этапа обучения, после каждого этапа тестирования, прошли только 280 человек. То есть не так-то просто сейчас стать на руководящую должность. Которые стали в республиканский кадровый резерв. И в эти комфортные школы, которые сейчас открываются, мы оттуда назначаем директоров уже подготовленных, прошедших и вошедших в кадровый резерв. И вообще назначение директоров школ происходит на конкурсной основе. А кто вошел в кадровый резерв, вне конкурсной основе назначается автоматически. То есть это такой проект, это аналогия президентского молодежного кадрового резерва, но в системе образования. Каннбек Белатович, вот мы посмотрели только что сюжет о безопасности в школах. Как усилят меры безопасности в учебных заведениях? Министерство просвещения совместно с архиматами областей, районов, городов проводит большую работу по безопасности школ. Это действительно, как показали в сюжете, это весь маршрут ребенка от дома до школы и его нахождение внутри школы во время учебного процесса. Для этого создаются специальные условия, составляются школами договора с пунктами полиции, устанавливаются тревожные кнопки, устанавливаются видеокамеры, насколько возможно. Это все постоянно контролируется и ежедневно мониторится. Например, в этих новых комфортных школах около 200 камер установлены по всему периметру школы. И на улице, и на входе, и так далее. Это все централизованная видеосвязь? Да, это все потом централизованно подключается полицейским участком. Таким образом, ребенок постоянно находится на контроле в школьное время. Но в то же время, конечно, нужно понимать, что вопрос от школы до дома, пока он доедет, дойдет, это тоже необходимо будет постоянно контролировать определенными службами, которые призваны. Ну что ж, спасибо за интересную беседу. А я напомню, что с нами этим утром был Ханабек Жумашев, председатель комитета среднего образования Министерства просвещения. Вам хорошего дня и успехов в работе. Спасибо.